До старта нового учебного года осталось несколько недель. Школьники и студенты Артемовского городского округа, а также их родители, уже взволнованы приближением 1 сентября 2020 года. Всех беспокоит грядущий процесс обучения. Останется он дистанционным или же дети все-таки смогут встретиться со своими одноклассниками и педагогами в традиционном формате. Напомним, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 6 апреля текущего года школы и учреждения дополнительного образования Свердловской области начали работать в дистанционном режиме. Как стало известно, первые уроки в школах Свердловской области в новом учебном году должны быть посвящены юбилею Великой Победы, укреплению патриотических ценностей. Об этом заявил на заседании правительства исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов. Скорее всего, в силу действия ограничительных мер мы не сможем провести 1 сентября по всей области традиционной праздничной линейки, как это происходило каждый год. И тем более важно создать для школьников, для их родителей, для учителей атмосферу праздника и задать хороший позитивный настрой на весь учебный год. Поэтому считаю, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первого урока в образовательных организациях должен быть буквально пронизан духом Победы, посвящен укреплению духовно-нравственных патриотических традиций и ценностей, помогающих преодолевать любые трудности, любые вызовы. Отныне эти ценности закреплены как конституционные нормы, и эта тема принятия по праву в Конституцию Российской Федерации также должна отчетливо прозвучать в рамках празднования как раз Дня Знаний. Алексей Орлов поручил Министерству образования и молодежной политики выстроить методическую работу с образовательными организациями региона, оказать необходимую помощь для проведения таких уроков во всех муниципалитетах. Также он напомнил, что в условиях эпидемии в соответствии с требованиями Роспотребнадзора были существенно усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности в учебных заведениях. Их выполнение должно быть обеспечено в полном объеме.